МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Евгения Георгиевна, хочу поздравить вас с юбилеем. Спасибо. Вы вообще любите дни рождения? Вы знаете, да, независимо от возраста. Почему? Потому что это замечательное время, когда собираются друзья, когда тебя все любят, и когда ты всех любишь. Но знаете, многие говорят, что когда присутствуешь на своем дне рождения, начинается как-то слишком много хвалебных слов, что это даже самому себе неудобно. Нет, 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 это запрещено. То есть в вашей компании это... Да, это не компания, это, в общем-то, достаточно большой, так сказать, конклав такой, но в отношении дифирамбов и панегириков это запрещено. Но была установка, чтобы было весело. Поэтому все будут вспоминать только такие не пафосные вещи, а веселые. У вас много друзей? Настоящих друзей? Нет. Это штучный товар, я бы так сказала. По крайней мере, люди, с которыми ты в течение очень долгого времени общаешься, и которые, самое главное, близки тебе интеллектуально, это немногие люди. Но в дружбе все-таки надо больше принимать или отдавать? Вот на ваш взгляд. Я думаю, что отдавать. Но дружба – это не только для тебя, это для кого-то. То есть это работа души. Вы в свое время дружили с Астафьевым, дружили с Поздеевым. Ну, для меня это был подарок судьбы. Почему? Потому что, общаясь с ними, ты обогащал свою душу. А, так сказать, как вам сказать, ты чаще всего отдаешь, но тебе нужна подпитка. И это... А это была замечательная совершенно подпитка. Вдобавок ко всему, общаясь с ними рядом, ты становился лучше. А вот как вы думаете, а вот они в свою очередь что получали от вас? Я не знаю, но они любили меня. Я до сих пор храню, и для меня это очень дорогой подарок, мой собственный портрет работы Андрея Геннадьевича. Да, он... Он его, правда, отдавал. Он в Японии, так сказать, в Японии на выставке был, в Таллине тоже, и он мне его подарил. И с ним было очень интересно. Почему? Потому что... Мы с ним разговаривали. Это не было, знаете, вот стоишь как статуя, и не двигайся на всякий случай. Нет, ему нужно было живое общение, живой разговор. Во многом очень разговаривали, с тех пор и подружились. А о чем разговаривали? Что первое зацепило? Моя личная жизнь. Как ни странно, да. А вот состав я вам. Это было общение на равных, или все-таки это было общение с мэтром? Ну, видите ли, я не писатель, поэтому, так сказать, на равных это исключено совершенно. Почему? Я имею в виду не в профессиональной жизнедеятельности, я говорю именно о человеческих отношениях. Вы знаете, Виктору Петровичу было очень интересно слушать. Я же всегда увлекалась литературой, знала и понимала ее. А у него был свой взгляд, свои воспоминания, и с ним было в этом плане очень интересно. Мне интересно было. А ему было, наверное, интересно знать, что происходит в это время в другом мире. Почему? Потому что, ну, я начинающая акулокапитализма была, и поэтому его интересовало, как это все происходит. Я более того скажу, приезжали его друзья, откуда взялось название книги «Акулина в бизнесе». Приезжали его друзья Михаил Николаевич Кураев. И когда мы с ним знакомились, я говорю, ну, вы этого не любите, но я вообще-то акулокапитализма. А он посмотрел на меня, говорит, подумал, подумал, говорит, нет, вы не акула, вы акулина. Понимаете, что я делал? Нет, не было споров. Наоборот, Виктор Петрович прекрасно знал, что, в принципе, там были компании, которая очень многим помогала. Вы даже фонд Остафьева возглавляли. И фонд Остафьева, и его библиотеки в Овсянке. И, ну, мы были в то время щедрыми. Как вы относитесь к современному обществу? Что вам нравится в современном обществе? Ну, честно говоря, мало что. Ну, что-то же есть. Если вы говорите, мало, значит, оно что-то есть. И пускай ничего, тогда... Мне нравится, так сказать, сегодня в обществе это определенный уровень свободы, который имеют люди. Но само человечество сейчас достаточно странное. Вы посмотрите, ведь общение стало намного меньше. Чем отличается наше поколение от вашего поколения? Я думаю, тем, что для нас главное было общение. У нас было замечательное поколение. Но, с другой стороны, у вас тогда еще не было тех самых гаджетов, которые сейчас у нас, как-то модное слово, гаджеты. Это специально для пенсионеров. Почему? Потому что я имею по этому поводу связь, так сказать, и это исключает ностальгию. А чем пользуетесь? Фейсбуком не пользуюсь. В социальных сетях вас не найти? В социальные сети меня, так сказать, да, с выбрасыванием кипа фотографий. Как я поел и как я отдохнул, так сказать, я считаю, что это какие-то интимные вещи, а сегодня все интимные вещи положены на стол. Ну, вот вы написали книгу «Акулина в бизнесе» или «Трит жизни». Ведь это тоже своего рода откровение? Это да. Но я вам хочу сказать такую вещь. Это откровение, но это мое время. У меня был очень смешной вариант, когда у меня прочитал эту книгу мой водитель, он вдруг говорит, Евгений Георгий, ну вы что, войну помните? Я говорю, да, только не гражданскую. И там же не только там не только моя жизнь, там жизнь моего поколения практически. А почему вообще пришла эта идея написать книгу? Что подвигло? А вот вы знаете, вы когда оставите активную часть жизни, и вдруг, так сказать, все закончилось, и вы остаетесь один. Вы знаете, это сложное испытание, когда ты привык, как белка в колесе, все время работать. Ты работаешь, 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 и вдруг тебе стоп. Я сама, конечно, поставила этот стоп, но осталась энергия, осталось что-то не, так сказать, нереализованное, и тогда я села за книгу. Работать надо было. То есть вы не можете не работать? Вы не из тех людей, которые могут позволить себе отдыхать? Ну, честно говоря, сейчас я, конечно, бездельничаю, но я написала два путеводителя. То есть все равно... Ну, что-то надо делать. Вообще, как вы пришли в бизнес? Мне всегда интересно, как люди приходят в бизнес? Что заставляют? Что сподвигают? Вы знаете, Иоанн, я не шла в бизнес. Мне надоел мой начальник и его управление. Появилась возможность освободиться. И я освободилась. Я не знала, куда я ухожу. Я не знала, что из этого получится. Но мне надоело с правого берега налево и получать телеграммы. Повысить, усилить, добавить, отправить и так далее. Непостоянные по этому поводу конфликты. Вы же не знаете советской системы планового хозяйства. И вдруг ты можешь это все делать самостоятельно. Это было интересно. Джек Траут известный бизнес-консультант, отец множества бизнес-концепций, маркетолог мирового уровня, всемирного, я бы даже сказал, уровня. Он в одной из своих книг упомянул как раз прославил вашу компанию. Как раз сравнил с гигантами, с Пепси-Колой и с Кока-Колой. Сказал, что в Красноярске есть компания, которая, несмотря на то, что является местной компанией, занимает 48% рынка со своим брендом Крэйзи-Колой. И мировые бренды проигрывают. Вот когда вы это прочитали, вот первое ощущение. Как говорил Леонид Ильич Брежнев, глубокое удовлетворение. Почему? Потому что это было признание на, в общем-то, нашей маленькой компании в таком большом совершенно бизнесе. Почему? Потому что тогда же вышла статья у Wall Street Journal, где было написано «Коммунистка Кузнецова Евгения вдруг, извини меня, стала капиталистом». Вы себе представляете? Да. Ну, что делать? Бизнесом заниматься очень сложно. Успешным бизнесом еще сложнее. это большая и тяжелая работа, которая требует полной отдачи. Поэтому, если акулы капитализма называют людей, которые достигли определенных успехов в бизнесе, то нужно не забывать и то, сколько они в это вложили. Ведь почему называют акулы капитализма? Ну, так в школе учили в советском учебнике. с другой стороны, ведь имелось в виду, что это очень жесткий человек. Это человек, который в случае чего может и съесть, и может и покусать. Вот это относится к бизнесу или нет? Ну, как вам сказать, бизнес достаточно жесткая игра. Это игра, но жесткая. Игра? Да, я однажды президенту ББХ как-то сказала, я говорю, да брось, Кристиан, бизнес это такая игра. Он говорит, Евгения, как игра? А прибыль? Я говорю, а прибыль это результат. Хорошо играешь, деньги есть, плохо играешь, денег нет. Для нас бизнес это была интересная игра. После советского планового хозяйства вдруг самостоятельно, извините меня, это был азарт. Есть какие-то, допустим, те ошибки, которые, вот сейчас бы, все равно бы их, вот чуть-чуть бы сделать не так, вот чуть-чуть бы опыта побольше, вот здесь бы подправить и было бы еще больше результатов. Да, сменило бы несколько сотрудников из близкого окружения. А тогда было чувство, ну, как вам сказать, нормального советского человека, жалости, неудобства и еще чего-то, жесткости, не было, а надо было. Бизнес должен быть жестоким? Жестким. Не жестоким, а жестким. А были в жизни предательства? Много. Вы умеете вообще прощать предательству? Да, 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 да. Всех простила. Почему? Потому что если ты несешь в себе зло, оно тебя разрушает. Оно тебя разрушает прежде всего. Поэтому лучше сразу никогда не прощается, но со временем все прощается. Людей надо понимать и принимать с их слабостями, с их, так сказать, и чаще всего нужно искать еще источник вины в себе. Да, да, да. Почему? Потому что проанализируй сам себя. Может быть, ты был причиной того, что тебя предали. вы анализируете это? Да. Ну, как сказать, не могу сказать, что я вот все решил и все так и приняла, но сомнения есть. Какая у вас сейчас есть мечта? У меня мечта? Угу. А она больше связана с моими внуками. Ну, какая? Да, у меня их трое. Мне хочется, чтобы дети были счастливы. А моя собственная мечта, как вам сказать, сохранить ясность ума и интерес к жизни на сегодняшний день. Большое спасибо, Евгения Георгиевна, что пришли к нам в студию. И мне бы еще раз хотелось от нашей компании, от всех нас поздравить вас с юбилеем. И пусть у вас будет много мечт. и пусть у них все сбываются. Спасибо большое. Спасибо, Ян. У нас сегодня в гостях был первый президент компании ПИКРа Евгений Кузнецов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова